Во имя Отца и Сына и Святого Духа Позвольте сделать краткое добавление к последнему моему видео о безумии и четырехпунктового кальвинизма или же обозначено бы это было в видео как пунктики или же истинной Евангелии то есть пять пунктов догм человеческих или же все-таки истинной Евангелии что-то в этом роде так вот, там я рассуждаю о том, что современная вот эта и не очень современная подделка четырехпунктов кальвинизма бросает тень на подвиг Иисуса Христа потому что самый главный аспект нашего спасения то есть заместительное несение проклятия ради избранных делается чем-то ничего незначащим и соответственно не существует такой вещи как так называемый умеренный кальвинизм если смерть Иисуса Христа не спасает если искупление не искупляет если примирение не примиряет если умилостивление не производит необходимый эффект от этого и я сделал сейчас уже одну попытку вконтакте, в ВК когда записываешь трансляции постоянно прерывается и ужасные качества еще раз попробовал наверное в последний раз сейчас я стримлю в фейсбуке на русском языке здесь у меня аудитории очень мало осталось в основном англоязычные друзья и братья тем не менее сейчас я запишу чтобы потом выложить в более или менее приемлемом качестве на YouTube на YouTube и соответственно MP3 версию на свой канал в Telegram здесь не будет какой-то совершенно новой информации скорее напоминали или же дополнение к тому, что было сказано ранее а именно условный универсализм или же недейственная смерть Христа за всех вносит разногласия, противоречия и дисгармонию в свидетельстве Святой Троицы о личности и миссии Иисуса Христа и в качестве эпиграфа я взял два стиха из пятой главы первого послания Иоанна о несении свидетельства о согласии в свидетельстве здесь написано, что о том, что Иисус Христос пришедший водой и кровью и духом не водой только, но водой и кровью и дух свидетельствует о нем потому, что дух есть истина Христос, который пришел и явился как Сын Божий не только через воду своего крещения когда помните, было так называемое богоявление, манифестация его божественной сущности и видимая форма Духа Святого, сходящий в виде голубя и глаз с неба сей Сын мой возлюбленный и так далее но также и кровью в его страданиях то, каким образом он страдал и как предал дух свой в руки Отца и как он умер на кресте так, что даже сотнику римскому было явлено что он есть Сын Божий он пришел не только водой но и кровью и далее говорится о том, что здесь ибо три свидетельствуют на небе Отец, Слово и Святый Дух и сии три суть едина и три свидетельствуют на земле Дух, Вода и Кровь и сии три об одном то есть о том, что Иисус Христос пришел чтобы исполнить определенную миссию то есть о его личности о его подвиге свидетельствует свидетельствует три и эти сии три об одном не вдаваясь в подробности и трудностях толкования этих мест не упоминая вопроса принадлежности седьмого стиха канона я лично твердо убежден что этот стих относится к канону святого писания что он здесь по праву он принадлежит он должен быть что это богодухновенное слово Божие то есть другими словами три свидетельствуют на небе Отец, Слово и Святый Святой Дух и сие три суть едино это является Словом Божиим они свидетельствуют о Иисусе Христе и они едины они говорят об одном что и Его спасение полномоченный Богом Отцом приходит для того чтобы исполнить определенную цель и это намерение подтверждено свидетельством и Бога Отца и подвигом Сына и соответственно действием Духа если мы принимаем за истинное учение о том что Христос полагает душу свой завет своих и через это они обретают жизнь вечную то мы имеем гармонию в этом свидетельстве Отец посылает Сына Сын приходит чтобы исполнить волю не свою но пославшую Его Отца и воля состоит в том чтобы из того что дал Ему Отец ничего то ничего это не погубить но все это воскресить в последний день и Христос то совершает и Дух Святой потом изливается на ту плоть которая прежде была освящена кровью Иисуса Христа Его приношением то есть мы имеем гармонию условный же универсализм или так называемый коленизм четырех пунктов который как бы говорит о мы признаем избрание мы признаем что Бог суверен однако Христос тем не умирает за всех в случае универсализма происходит именно неравномерность и дисгармония в намерении и действиях Пресвятой Троицы Си и Три являются не едиными потому что там где есть вода и дух или вернее там где есть кровь нет духа когда Иоэль свидетельствует что изолью вернее прочство или что изолью духа на на всякую плоть речь идет о том что произойдет излияние духа на тех кто был искуплен на рабов Божьих вся плоть не подразумевает всех людей абсолютно поголовно однако в условном универсализме Христос умирает за весь мир в смысле всех людей повсюду поголовно и конечно же это наталкивается на вопиющие противоречия в самом Писании потому что сам Христос отрицает что он молится ходатайственной молитвой за весь мир более того он говорит что я взял вас из мира или же вы не от мира или же что мир лежит возле или апостол Иоанн в послании первом послании она говорит о том чтобы не любили мира не того что в мире что мир не признает вас потому что вы не от мира то есть само вот это арменианское прочтение слова мир как по необходимости означающего всех людей везде поголовно наталкивается на непреодолимые противоречия самого же писания здесь я хотел бы обратить внимание очень кратко что умилостивление которое приносит Господь Христос оно фактически умилостивляет и гнев Божий и примиряет избранных людей своих с Богом это умилостивление приводит тому что люди обретают жизнь через этот акт умилостивления условно универсалисты ссылаются на 1 Иоанна 2 2 что Он есть умилостивление за грехи наши не только за грехи всего мира подразумевая при этом вчитывая что имеется ввиду что Христос является потенциальным умилостивлением за всех людей поголовно таким образом они прочитывают слово мир забывая при этом что сам смысл термина умилостивления или же примирения таков что этот акт это действие производит необходимые требуемые эффекты приводит к тому результату ради чего оно приносится например в 4 главе 1 Иоанна написано что любовь Божия проявилась именно таким образом что Бог послал в мир единородного Сына Свою чтобы мы получили жизнь через Него чтобы мы получили жизнь через Него скажем ну да Он хотел Он проявил инициативу Он постарался Он сделал первый шаг чтобы мы получили эту жизнь но каким образом получаем мы жизнь он далее продолжает в том любовь что не мы возлюбили Бога но Бог послал в мир единородного Сына Своего вернее послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши то есть те же лица которые должны получить жизнь за них принесено умилостивление за грехи их и вот этот самый акт жертвы который умилостивляет примеряет приводит тому что эти люди получают жизнь это логика который следует из самих собственно этих стихов об этом же говорит Исаия когда в 53 главе описывает собственно говоря суть раскрывает нам в чем был смысл страдания Иисуса Христа и лишь два стиха если кратко посмотреть на них из 53 главы евангельской главы которая говорит о страданиях Божьего раба Христа показывает нам в чем был смысл страдания Иисуса Христа 4-5 стихи из Исаии 53 но он взял на себя наши немощи то есть Христос и понес наши болезни а мы думали что он был поражаем наказуем и уничижен Богом выше сказано что мы не ваше составили его что не было в нем ни вида ни величия мы отвращаем его лицо и так далее но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни взял на себя идея заместительного несения вместо когда Писание говорит что он умер за грехи наши это нужно понимать всегда что он вместо нас умер то есть он понес наказание за наши грехи страдание за нас означает страдание вместо нас этому учит собственно говоря этот отрывок ясно недвусмысленно он взял на себя наши немощи и понес наши болезни а мы думали что он был поражаем наказуем и уничижен Богом это последняя часть четвертого стиха и не должно понимать таким образом как если бы он не был поражаем Богом и не был наказуем Богом потому что угодно Господу было предать его мучению строго наказал меня Господь но не предал меня смерти написано в другом месте это была воля Божья это нужно понимать однако таким образом что мы думали что он наказуем а поражаем наказуем и чужим Богом за свой грех что если он страдает значит он согрешил дважды два четыре все религиозные люди думают так если человек страдает значит он согрешил карма он получает то что он заслуживает если бы он был праведник он бы не страдал таков аргумент троих друзей Иова если бы ты был правед если бы ты не согрешил ты бы не страдал не находился бы в таком положении мы думали что он был поражаем за свои грехи, как бы. Такого здесь рассуждения Исаии. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Здесь хочу обратить внимание на необходимое следствие из-за того, что здесь написано. Умы наши сильно затуманены, вернее, наши восприятия армянианским Евангелиям, которые, впрочем, не есть все Евангелия. То есть, иное благовествование армяниан выхолощивает, буквально лишает смысла слова, сказанные здесь. То есть, другими словами. Да, наказание наше было на нем, и так далее, ранами его мы исцелились, но все в конце дня, однако не так. Ранами есть шанс, говорят нам, получить это исцеление, если, если ты воспринимешь, если ты приимешь его предложение, если ты впустишь его в сердце, если ты позволишь его. Всегда идут «если». Но здесь у Исаии, когда говорится, что он изъявлен был за грехи наши, то есть, по причине наших грехов он страдал, мучим за беззаконие наши, мы должны были получить это мучение, он мучим был вместо нас, и на нашем месте, неся наше наказание, что те, кого он представлял, ранами его написано, мы исцелились. Далее говорится, что все мы блуждали, как овцы, собратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас, овец своих. То есть, Христос умирает именно и только, и намеренно за овец своих. И таким образом он дает им жизнь. Он умирает за них, вместо них, дабы они имели жизнь вечную. В этом Евангелие. Однако, арменианская проповедь настолько извратила эти стихи, что мы читаем, и даже мы не испытываем ни трепета. Практически это воспринимается, как если бы что-то такое малозначищее. Настолько вот этот условный универсализм исказил простой, ясный смысл этих стихов. И обратите внимание, слово «наше». Когда он говорит, что он понес, взял на себя наши немощи и понес наши болезни, не следует думать, как об этом говорят арменианские проповедники, что под нашими имеются в виду абсолютно все без исключения. Нет. те наши и те «мы», о которых говорится в отрывке, это те, которые исцелились его ранами, которые получили блаженные следствия из его страданий. в этом спасение. В том, что он понес наши грехи, наши преступления, за преступников садился ходатай, и что таким образом он оправдает многих, ибо грехи их на себе понесет. В этом спасение, в этом Евангелие, если этого нет, то на чем мы стоим, на чем зиждется дом нашего спасения, наши уверенности? На том, что мы покаялись? На том, что мы впустили? На том, что мы приняли? Или даже если идет о какой-то добавочной благодати, которую даровал Бог, но если, опять же, Сии 3, как мы говорили, да и ссылаясь на 5 главу 1 Иоанна, если нет согласия воли в намерении в исполнении плана искупления между тремя лицами или ипостасями Троицы, то тогда получается, что Христос делает больше, чем того хочет Отец, потому что умирает за большее количество людей, чем Господь предназначил ко спасению, и больше, чем те, которые получат потом дар рождения свыше. И Христос предоставляет некую широкую платформу гипотетического, условно-потенциального спасения для людей, если они что-то к этому привнесут. Эти все схемы, возлюбленные, не только бросают тень на подвиг самого Христа, не только делают его кровь ничего не значащей, но они и бросают тень, собственно говоря, на вот это согласие, которое должно быть внутри Блаженной Троицы, в своих намерениях и действиях. Это свидетельство получается разноголосным. Более того, Матфея 1, 21, ибо на речевшему имя Иисус, на речевшему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов и их, каким образом Иисус спасет людей своих от грехов и их, если не через заместительного несения проклятия вместо них, если Он умирает за всех, каким образом Иегова спасения осуществит свое спасение людей своих, если эти свои люди, если Он умирает не только за овец, но и за козлов, и за волков, и за свиней, и за всех прочих. И то, что производит спасительное различие, уже не его подвиг. Не то, что Он был заклан за них, заклан за всех оптом, а не что-то другое еще должно быть добавлено к этому, для того, чтобы это возымело свой эффект. Опять же, я не сказал, наверное, ничего практически нового, но опять же, напоминание о том, что мы подвязаемся не за какое-то пыльное богословие XVIII века. Дело не в количестве пунктов, которые нужно не соблюсти, или которые нужно отстаивать просто ради того, чтобы, так сказать, поддержать вот это конфессиональное какое-то единство, или же преданность той традиции, которой нам верено. дело не в этом. Не важны все эти пыльные документы сами по себе, лишь постольку и на ту величину, на какое они верно отражают учение Писания. Мы говорим о Евангелии. Здесь слава Христа, слава Бога Отца, слава Духа Святого, которые едины, три суть едины. Вот о чем идет речь. Об основании нашего спасения, на чем мы строим свою надежду. Мы исцелились его ранами, или же раны его не имеют значения, как это по необходимости следует из ереси условного универсализма. Вот такое вот напоминание о том, что смерть Христа имеет необходимый эффект. Это собственно говоря Евангелие, что Он спас нас через смерть Свою. Господь да благословит нас в этом пребывать. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok